4 дома для переселенцев из аварийного жилого фонда строится в сергиево-посадском округе 2 в краснозаводске на улицах строителей театральной едва в сергиевом посаде на владимирской и улице 2 кирпичный завод сюда строители зашли в июне прошлого года сначала выносили коммуникации из пятна застройки а в августе 2023 здесь начались земляные работы за 10 месяцев дом существенно вырос у нас девятиэтажный трехсекционный монолитный дом 180 квартир этап сейчас у нас уже первая вторая секция 9 этаж делаем парапет кровли заливаем третья секция нас немного в отставании из-за того что был вынос коммуникаций хозяйственной бытовой канализации получали технические условия немножко затормозилось но сейчас уже делаем пятый этаж и концу апреля планируем монолит полностью закончить бригада арматурщиков вяжет плиту перекрытия пятого этажа укладывают армокаркасы связывают вязальной проволокой выставлять насульчиках также выпуск выставляет выпуска на следующие степени бетонные стены последующим должны выставить кругу плиты опалубку и принимать бетон здесь примерно 105 кубов бетона это порядка 11 машин миксеров заливаться будут бетон насосом по площади здесь где-то 525 квадрат при необходимости строительные работы ведутся и днем и ночью ночная заливка ускоряет процесс работы за ночь бетон встанет и на следующий день строители смогут продолжить работать все необходимое для каркаса режут и гнут тут же настрой площадки в арматурном цехе пока дом растет к нему подводят коммуникации масс энергосбыт отвечает за электропитание новостройки мы строим кабельную линию 6 киловольт и трансформаторную подстанцию с двумя силовыми трансформаторами и кабельную линию 04 до вру дома дальше уже внутрянку дома выполняет заявитель ну или компания до которая строит этот дом срок окончания работ конкретно у подрядчика мособлэнерго это июнь месяц единственная сложность которой мы сейчас столкнулись это логистика по доставке подстанции учитывая что завод находится в белгороде поэтому ожидаем 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 уже где-то порядка двух трех недель никак ее не могут сюда привезти подстанции уже готова фундамент как вы видите готов пока программа готовилась к эфиру подстанцию уже привезли и установили впереди подключение и пусконаладка с белгородским заводом мособлэнерго сотрудничает не впервые производитель готов оперативно модернизировать станции под конкретный проект с каждым годом мособлэнерго предъявляет все более высокие требования к начинке если по-простому сказать подстанции до что позволит максимально комфортно ее эксплуатировать и быстро устранять все повреждения пока территория вокруг станции выглядит неприглядно но это временное явление утверждают подрядчики будет обратная подсыпка мы видим и землю и песок здесь на участке строительства и благоустройство в период когда конечно все это грязь уперется вернемся к многоэтажки подробнее о материалах применяемых в строительстве газосиликатный блок д-600 который на который крепится утеплитель подсистема и будет вентилерный фасад из бетонных плитки дерево оно как бы теплее будет кирпич холоднее блок он такой средний между этим что то здесь толщина у пеноблока 200 плюс будет еще утепление минеральной ваты 150 по теплотехническим характеристикам тут по все проходит дом по энергоэффективности класса будет кровля плоская с утеплением тех этажа у нас нет машинных помещений тоже нет лифты будут выжимные без машинных отделений лифты отисы будут по дорожным картам мы должны сдаться конец сентября получить получение зоса на данном этапе в графике вернемся на стройплощадку через пару недель чтобы увидеть своими глазами и показать вам как растут этажи третьей секции и что с внутри домовыми коммуникациями